привет товарищи рыболовные маньяки что вы увидите в этом видео сегодня я как обычно буду ловить рыбу и попутно попытаюсь как я люблю на пальцах по стому объяснить ну начинающим рыбакам спиннингистом и не только спиннингистом как правильно одеться на рыбалку последнее время очень много вопросов в комментариях появилось что за курточка что за кофточка что за штанишки что за сапожки вот всякая такая вот фигня значит народ уже начал вылезать из бушлатов и овчинных тулупов начали интересоваться современной одеждой для рыбалки и думаю эта тема будет интересно многим сегодня я вам расскажу о послойной концепции что это такое и возможно некоторые из вас даже подберут себе комплектик на все сезоны один комплект который вам подойдет и зимой и летом и осенью не скажу что это будет слишком дешево но это будет дешевле чем покупать три комплекта на разное время года короче буду вставлять картиночки с интернета я не связан ни с какой фирмой никакая это не реклама это чисто мой личный опыт и хочу поделиться с вами возможно кому то это пригодится кому не пригодится просто пропускаем это все мимо ушей и смотрим обычную на рыбалку как то так ребята я ни на чем не настаиваю вы спрашиваете я отвечаю доехал я до первой точке ловли сейчас вот будем ловить и попутно буду рассказывать как правильно одеться хотел сначала видосик дома запилить на кухне об одежде потом подумал ну нафиг на рыбалке расскажу так наверно будет интересней у вас глаза заняты будут а уши свободно яркую с утра поставим так сделал два забросика ничего не клюнуло можно начать рассказывать про одежду ну начнем сразу с послойной концепции не мы про тулупы говорить хотел начать издалека что такое послойная концепция одежды это 3-4 слоя одежды каждый из слоев выполняет свою функцию первый слой который одевается прямо на тело отводит влагу от тела второй слой утепляющий может быть третий слой еще утепляющий если слишком холодно и последний верхний слой это так сказать шкура которая защищает нас от дождя и ветра ну а теперь конкретно о каждом слое для чего он нужен и из чего он должен быть сделан что правильно выполнять свою функцию первый слой это термобелье для чего она как я уже сказал для того чтобы отводить влагу от тела из чего оно должно быть сделано самое главное в термобелье ребята не должно быть никакого хлопка в магазинах встречаются комплекты где вот хлопок присутствует написано термобелье состав хлопок столько-то процентов там вискоза всякая фигня вот это ребята нам нафиг не надо сразу говорю не надо я не знаю почему это называется термобельем на деле это просто убийца всего на свете что мы будем одеваться с вами сверху так как хлопок отлично впитывает воду и очень долго сохнет а нам надо наоборот чтобы влага если мы вдруг потеем не впитывалась как бы испарялась сквозь наше термобелье то есть нам нужны синтетические материалы тут их куча много разных названий в принципе я думаю сильно большого значения это не имеет то есть на голое тело мы должны купить себе какое-нибудь синтетическое термобелье ну по возможности от известного производителя почитайте отзывы в интернете там всякую фигню тут уже сами анализируйте какое вам подойдет оно бывает тонкое бывает такого средней толщины бывает толстая и несет в себе две функции как и отводящую как как отвод влаги так и какое-то утепление тут уже сами выбирайте по своим климатическим условиям думаю с термобельем разобрались теперь что мы одеваем на термобелье сверху обычно это флис тоже производителей очень много флисовых разных различных кофточек разных по толщине разных там по плотности это уже тоже сами выбирайте исходя из своих климатических условий это вот два слоя и самый верхний слой это как я уже сказал наша шкура то есть куртка которая не будет пропускать дождь и будет дышать выпускать нашу влагу пар наружу из чего должна быть сделана куртка естественно очень много зависит от того сколько у вас денег в идеальных в идеале конечно это гортекс ребята верхний слой на куртке так как он имеет примерно 20 тысяч а может быть даже больше водонепроницаемости и 20 тысяч паровыводимости то есть система ниппель получается сверху к нам ничего не поступает ни ветер не дождь в течение всего дня но влага от нас испаряется наружу и мы не находимся в парнике вообще весь смысл вот этой послойной концепции это быть сухим и теплым и не создать парник у себя под курткой это в этом весь смысл в идеале короче мы разобрались это гортекс для курточки ну а так существует еще куча мембранных материалов от различных фильм различных производителей где написано сколько водостойкость и сколько паровыводимость ну для примера вот возьмем какой-нибудь обычный зимний рыболовный костюмчик и на нем внутри на этих на шилдиках будет написано 5000 на 5000 это вот такой недорогой костюмчик в пределах там 10-15 тысяч рублей и 5 на 5000 что это означает 5000 это первая цифра водонепроницаемость вторая цифра паровыводимость цифры могут быть различные может быть там 8000 на 5000 10 тысяч на 7 тысяч и вот чем больше эти цифры тем лучше естественно не стоит покупать костюмчик где написано сверху водонепроницаемость 15000 а паровыводимость 3 это ребята вы купите клеенку это парник натуральный получится паровыводимость паровыводимость должна быть ну желательно не меньше 5000 тогда еще хоть как-то ваша курточка будет дышать если верхняя цифра большая а вторая маленькая не первая большая вторая маленькая то я думаю не стоит покупать такую курточку более подходящий материал это вот для зимы это 10 на 10 тысяч и недорого и вполне достаточно для того чтобы ловить под снегом и дышать будет нормально в принципе вот 10 на 10 тысяч мембранка вполне пригодная для зимнего периода летом естественно лучше от дождя первая цифра должна быть побольше там 15-20 тысяч 10 тысяч от дождя вас спасет только первых два часа ну может два с половиной как-то так ну а теперь поговорим о том что дает нам это послойная концепция концепция я вот в начале видосика кажется сказал что возможно кто-то подберет себе костюмчик на все сезоны и на лето и на весну и на осень и на зиму будет один комплект так вот ребята комбинируя эти слои мы можем с вами одеться по погоде то есть если тепло мы можем одеть нашу курточку прям на термобелье ну или просто на какую-то майку и мы спрячемся от дождя если дождя нету мы можем в флисовые кофточки ловить все нам будет нормально то есть придя на рыбалку например оделись вы там термобелье флис куртка жарко вам сняли флис одели куртку на термобелье или сняли куртку если нет дождя ну обычно ветер бывает а флис он продувается а куртка у нас непродуваемая поэтому курточка это постоянная такая вещь на рыбалке а вот теперь объясню у некоторых вот есть такие вопросы даже не у некоторых а у многих и у меня практически недавно в том году появился на это на этот вопрос ответ вопрос звучит так почему ни одна знаменитая фирма ну к примеру там какая-нибудь японская не делает теплых зимних курток вот все вот зимние куртки на которых там написано минус 20 минус 30 вот на японских куртках они какие-то такие холодные там есть какая-то подкладочка утеплительная но она такая тоненькая почему они так делают а это как раз создана для для вот этой послойной концепции я вот заикался про четыре слоя одежды что такое одеться в четыре слоя к примеру одели мы флис потом не надели термобелье потом надели флис а на флис существуют ребята вот такие вот пуховые куртки поддевки или их иногда называют пуховый свитер бывает в таких поддевках вместо пуха синтетический какой-то утеплитель то есть вот этот вот третий по счету слой одежды пуховый свитер или поддевочка пуховая выполняет роль подкладки для куртки ребята то есть наш комплект одежды становится более универсальный если сразу сделать теплую куртку пуховую то вы ее сможете использовать только зимой а весной и летом в эту куртку уже не оденете а так вот купив такую вот поддевочку кстати сразу хочу оговориться насчет вот этих вот пуховых поддевок не стоит покупать дешевую не надо путать вот эти поддевки с каким-то дешевым китайским пуховиком набитые перьями из петуха какого-нибудь облезлого китайского грязного не стоит путать так как вот эти вот курточки поддевки которые дорогостоящие имеется ввиду набиты пухом ну отборным пухом и специально обработанным обработанным каким-то там составом чтобы он не впитывал влагу обычный китайский пуховик будет впитывать наш пот и он никогда не высохнет никогда и мы вот этой поддевочкой испортим себе все то есть все что мы правильно с вами одели подобрали все слои одежды и вот дешевый китайский пуховичок за пару штукариков нам испортит все то есть если нет денег на хорошую пуховую поддевку стоит обратить внимание на поддевки синтетическим утеплителем они гораздо дешевле ну не намного хуже чем дорогие пуховые то есть если найти нормальную фирму специализирующиеся на спортивной одежды одежде для рыбалки охоты там туризма альпинизма таких фирм достаточно много то у них в ассортименте всегда найдется вот такая вот поддевочка то есть куртка нам верхняя самая не обязательно не она не обязательно должна быть слишком теплая все мы это компенсируем слоями одежды и весь наш комплект будет более универсальный для различных погодных условий как то так вот ребята думаю рассказал все а теперь каждый из вас кого это заинтересовало может набрать на ю тубе такое слово сочетание послойная концепция и посмотреть еще несколько видосиков рекламных скорее всего так никто я не видел чтобы рассказывал как я на пальцах скорее всего рекламные видосики вы найдете где вам какая-нибудь тетенька или дяденька расскажет какие еще применяются материалы что они там из себя представляют и для чего каких условиях они применяются думаю основные понятия я вам дал теперь можно спокойно ловить рыбу и не париться а то когда я вам что-то рассказываю рыбалки у меня мысли нет я тупо кидаю и как-то там кручу непонятно все начинаю ловить рыбу все ребята время 3 часа надо ехать домой а у меня 3 рыбалка без рыбы я вот вообще ребята не вижу ни одной вот нормальной причины почему не клюет погода отличная все замечательно объезжаю свои любимые места кое-где есть рыбы кое-где нет ну неважно что есть рыба в охолоте что нет ее не клюет ни на что и никак ну хоть ты что делай нет клевые все там было пару поклевочек и все не вижу причины без клевья вроде осень кто-то мне в комментариях писал должен быть жор но никакого жора нет вообще не клюет даже настроение упало ну ладно фиг с ним думаю на четвертый раз точно что-нибудь поймаю видосик этот выложу так как рассказывал про одежду старался что ж теперь пропадать добру зря старался не знаю как назову пока ну пофигу читайте короче описание под видео там все вкусные ссылочки на алиэкспресс продолжается распродажа хоть она и условная такая распродажа там скидки 200 300 рублей но это ребята от того что доллар подорожал у нас-то цены в рублях и получилось так что цены что месяц назад были что сейчас со скидками в принципе одни и те же там чуть-чуть меньше но самое главное знаете что надо опасаться что он сейчас вот не купим ничего после нового года доллар станет 100 рублей вот тогда поскольку мы будем покупать фиг его знает у китайцев то все в долларах придется еще дороже к лету потом покупать всякие резиночки крючочки кстати зайдите в сообщество на канале я там выложил отдельные ссылки с описанием что там для чего какая катушка для чего подойдет что там еще что-то я там писал не помню короче ссылки с объяснениями для чего тот или иной товар начинающим возможно будет это полезно как то так всем пока